Крапива, бурьянда, грязные пруды. Их в Коробове целых четыре и располагаются каскадом вдоль деревни. Эту неприглядную картину наблюдают жители уже много лет. Но поднявшись выше по улице, взору открывается водоем с ухоженными берегами. И множество уток, которые плывут навстречу людям. Они уже привыкли, что их кормят. Этот пруд, один из четырех каскадных, почистил вместе с односельчанами староста деревни Коробова Огоньков Виктор Алексеевич. Здесь его фактически уже не было. Просто он зарос с землей, был просто болото. Когда я был маленький, может лет 7-10, мы здесь купались, ловили рыбу, чистые были пруды. Потом со временем земля все заросла, пруды как таково остался, пятачок воды, может там метра полтора на полтора. И камыш, и бурьян. Просто почистить пруд для Огонькова стало мало. Ему захотелось водоем видеть живым, чтобы было красиво и радовало глаз. Так и появились гуси и утки. Вся детвора со всей округи приходит их кормить. Зато им не надо ехать никуда ни в зоопарк, никуда. Ну и они видят, что такое утка или гусь, как выглядят, не только на картинке. Жители деревни Коробова, глядя на своего старосту, тоже не остаются в стороне. Они стали преображать берега пруда. К примеру, Александра Андреевна Молчанова посадила вместе со своими детьями уже не одно деревце. Люди стараются. Мы и то рассадили сколько, и елок привезли. Деревня наша отсталая. Всю жизнь захудалая деревня. Никогда ничего такого у нас не было. Деревня у нас начала преображаться, когда нас приняли в колхоз Владимир Ильича. Хорошо, что он почистил пруд. Замечательно. Было болото у нас здесь. Было болото уже превратилось. У нас рой был комаров и грязь видна. А сейчас у нас замечательный пруд, конечно. Насчет этого Виктора спасибо. Став участником областного конкурса, Виктор получил третью премию в номинации «Комфортное Подмосковье». И останавливаться на этом не собирается. У меня мечта завести лебедей, чтобы было красиво. Белый, черный лебедь для жителей, для детей. Ну и все-таки будет достопримечательность в центре деревни. То, что вот здесь делать площадку, дальше будет зоопарк. Там дальше в перспективе почистить следующий пруд большой. На него пустить лебедей, чтобы красиво. Потом еще один у нас есть пруд. Потом еще один пруд. Снится деревенька моя. Край родной до боли, до слез. Речка золотые поля, счастье небо полное звезд. Дорогие однисельчане Молокского поселения, я вас всех призываю участвовать в премии губернатора «Комфортное Подмосковье». Не стесняйтесь, подавайте свои фотографии, планы, перспективы, все, что сделано при усадебной территории, на улице, что сделано. И будет у нас процветать наше сельское поселение Молокска, Еленский район. Людмила Медведева, Евгений Петров, Елена Кошлева, Видное ТВ.